Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй меня грешно. Брат Володя, помогай насчитывать. Я уже охрип. Я никакой щетец-то. Зубов нету, плохо слышу. Хрипит в горле. Четыре препятствия. Но считаю, стараюсь. Помолите, чтобы не одолеть это. Немощь свою. Номер 456. Событие дня. Как эпиграф берется, Иоанна 5.44. Считай дальше. А славы, которые от единого Бога, не ищете. Так, это за 12 марта 2017 года у нас сегодня. Это за прошлый день. Игла. По скайпу можете выходить на меня с 400 Москвы до 16.00. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу, спросить, когда я буду свободен. И не звонить мне в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Ну так, дальше. В скайпе на моей страничке и на других ресурсах одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более, чем одно за неделю. Прошу не нарушать сей регламент. Вот так я им пишу. Теперь она мне пишет. Букваны тут у меня где-то выскочила. Считай. Наталья Чернова. Смотрела ваш ролик. Подлинный ли гроб Господень и благодатный огонь? Что последует вскоре? 30.11.2016 года. Очень понравился. Только недопоняла по поводу прикасания к мертвому. Когда я была на отпевании знакомого, батюшка сказал, прощайтесь с умершим. И все пошли целовать в лоб. Вернее, на лбу была повязочка. Получается, это не надо делать. Все становимся нечистыми. Ну, надо, не надо. Другой вопрос. К мертвому прикасающийся оскверняется. Никто это не отменял. Но существуют очистительные меры какие-то. И в Израиле они были. И у нас точно так же. А как не прикасаться? Его хоронить-то надо все равно. Я вот наказал, как хоронить? Чтобы меня не обмывали. Гроб не обивать. На грудь мне положить заламинированный Новый Завет. У меня много их сейчас. Легко это сделать. И на кресте, чтобы всегда висели Новые Заветы. И написано, кто желает, берите бесплатно. Ну, чтобы от непогоды не портилось. Как только снимут кто-то, так снова повесить. Александр Марьясов. Мир вам, дорогой Игнать Тихонович. У нас сегодня ночью в Станице Старокорсунской, город Краснодар, ограбили храм. Надругались над иконами. Опустошили все кружки. Кружки, а может кружки? А, опустошили все кружки и киоск храма. Я полагаю, это все из-за идола. Камень. Да. И ссылка дается. Который положили у ног Спасителя нашего Иисуса Христа на распятие. На распятие. А к ним камень, камень ссылует там. Он говорит, а не идола какого-то положили. Он прав. Он совершенно прав. Я думаю, здесь есть повод задуматься всем прихожанам нашего прихода, что что-то не так. И что Господь посылает милость свою через этих людей, ночных посетителей. Да. Конечно, они преследовали свою цель. Но нужно молиться о них, чтобы Господь не вменил им сие в грех и открыл их очи духовные для прозрения разума. А нам задуматься о своей ленности, маловерии и чересчур увлеченности. За всем тем наносным, за чем прячут Христа, учение Его и веру во спасение. Спаси Христос. Ну и вот вчера мне скинули такое. Выступает, говорит в храме. Отец Владимир Головин, город Болгар. Общение с учащимися в Арзенской гимназии. И там мне тут кто-то семинаристку-то скинул. Послушайте, что он говорит о миссии, о миссионерстве. И он говорит, о, миссионерство как развито. Пишет, вот такие отчеты показывает. И все это посылает в епархию. А епархия, говорит, уже вот такие отчеты большие. И все это отсылает в патриархию. А там уже вот такие отчеты. Постоял, да все это обман. Никакой миссионерской работы нету. Я об этом всегда говорю. Миссионерскую дело нельзя составить. Нельзя, это обман сатаны. Христос посылал только подвое везде. И семьдесят апостолов подвое. Это труд Духа Святого. Они ничего не понимают. И отец Владимир абсолютно прав. Дальше. Евдокия или Евдокия? Как говорят? Евдокия. Ну, Евдокия пишет. Евдокия К. Добрый вечер. Посмотрели ролики, что Василий выставил и получил вопрос от внучки. А кто наш дедушка? Вот и решила сама задать вопрос. Но может уже слишком поздно? Поздно, вечером было где-то. Как погиб дедушка Дмитрий и когда? И дядя Амос. Я думал, он на войне. А оказывается, он на ней не был вроде. Ты знаешь подробности их жизни? Это пишет мне моя родная сестра Евдокия. К. я поставил, скрывая ее. Иначе ее надо бомбардировать наши недруги. Даже этого нельзя делать. То есть, а сатанелые совершенно. Они играют в миссию. Там перешли откуда-то с бакиста правоставили. Ничего нет. Злоба помутнила разум. Даже здесь вот великий пост. И усмирения никакого нет на них. Я отвечаю. Чья внучка спрашивала. Если твоя, то дедушка ее, наш отец Тихон Дмитриевич, 1910 года, рождение. Инвалид второй группы Великой Отечественной войны. Если наш дед... Наш дед, то есть мой и сестры. Мой и той... Твой. Твой дедушка по отцовской линии. Звали его Дмитрий. Дмитрий. Он уже переехал в Сибирь. Из Рязани с нашим отцом Тихоном. Когда-то ему было не более семи лет. Это мне рассказывал он сам. И тетка Настасья. Жена нашего родного дяди Степана, Дмитриевича Лапкина. А Тихон Дмитриевич мой отец. Дедушка Дмитрий был глубоко верующий. И это уже наш отец Тихон мне рассказывал. Когда я был еще совсем маленький. Когда носил отцу еду в степь. Где он пас коров и овец. Дедушка Дмитрий был старообрядец. Белокреницкого согласия. Рогожское кладбище поселок. В Москве. Когда они приехали сюда. То местные беспоповцы. Кержаки. Начиная с первопоселенцев Потеряевых. Держали крепко власть свою. И землю нарезали только тем. Нарезали. Нарезали только тем. Кто был их согласием. И дедушке нашему Дмитрию. Пришлось принять их условия. Он остался без причастия. То есть приехал-то из Рязани. А теперь деваться-то ему некуда. Назад уже не поедет он. Рязанские наши. А эти-то беспоповцы. У них нет священства. Потом он поехал домой в Рязань. Где у него был дом. В котором жила его мать. И его родной брат. Кажется, Федор. Дедушка Дмитрий. Дедушка Дмитрий приехал. Сходил в баню. А в воскресенье был уже в храме. И причастился в святых христовых тайн. Которых у кержаков никогда не было. И кто-то посмеялся над глухонемым его братом. Что Дмитрий приехал за тем, чтобы отнять дом. Продать ли. И когда в этот день они сидели за столом с матерью. Этот глухонемой наш двоюродный дед. Бросился на него. И стал бить гирькой. Дедушка Дмитрий закричал. Мама, он меня убивает. А тот сильный был. И ударил его этой гири прямо в висок. И убил. А брат моего отца Тихона. Амос. Кому-то давал в долг. Что-то. Или деньги. И те, чтобы не отдавать деньги. Убили Амоса. И подбросили труп под подъезд. Куда? Под поезд. Считай правильно. Зачем? Пять букв всего. Но? Но полиция это распутала. Другие сведения не имею. Да. Про дедушку Дмитрия отец наш рассказывал и смеялся. Тогда пастухов кормили по домам. Сегодня одни, а завтра другие. И вот однажды отца нашего и спрашивает дедушка Дмитрий. Тишка, а какой сегодня день? Пятница. Ох, что же она наделала, эта матрёна. Она же молосным накормила. Молоко давала и творог. И дедушка Дмитрий долго полоскал рот в роднике. А отец наш Тихон так забавно и заразительно смеялся. Так молока-то он утром выпил, а во рту его не было. Что же он там полоскал-то? А Дуся меня спрашивает. Евдокия. Потом, вроде этот дядя Фёдор покаялся и ушёл в монастырь. Или это выдумки? А отцу сколько тогда было, когда дедушка вернулся в Россию? Вернулся в Россию, не приехал из России, тогда было лет семь. А когда было там, я отвечаю. Игла. Про монастырь отец наш Тихон обязательно бы рассказал. Но он ни слова к этой трагической странице в наше родословно не добавлял никогда. Сколько лет было отцу нашему тогда, не знаю. Вот весь раз с сестрой такая переписка была. Потому что выставили мы, брат мой Самуил, когда-то снимал, почти полвека назад, аппарат привёз такой, киноаппарат. И заснятые кадры, мама, отец, тятя наш, сёстры, братья, которые умерли, родственники, там есть. Ну, выставлено у нас здесь, прям недалёко на Ютубе. Посмотрите, чёрно-белое. Святослав Гусев, с причастием, Игнат Тихонович, дай вам Бог здоровья, чтобы хранить чистоту веры православной. Слава Богу, что у нас на Руси есть такой человек, как вы. Аминь. Я его не знаю, ещё никакого общения не было, но вот его же маленько как бы что-то трогает. Но вчерашний какой день был? День был непростой. Непростой, потому что для нас было непростой. Мы были с Володей причастниками Святых Христовых Таинств. Ну, и вчера Никита наш уехал в Потеряевку. Вот, теперь его здесь нет, он теперь там со снегом бороться, по прудам. А капают везде, людей мало. И мы, ну, отдали своё, наши там, у них дома, у Никиты свой дом, там, у Володи. И сейчас посмотрим на наши ресурсы какие. Вот, это мой мир. Вот эта система, я очень люблю её. Она, ну, много открывает. Не знаю, что-то сегодня сбивает, стягивает экран весь. Вот. Вот пока говорили, тут уже на нас вышел человек Юрий Соболев. Я его не боюсь открывать, потому что очень хороший человек. И других-то я боюсь открывать, потому что бывает там матерки, откроешь. Вот я открою сейчас, что он хочет тут сказать или как. Вот видите, как медленно, почему-то затемнение сначала, а потом откроется. Вот, всё-то не открывается. Вот, открылось. Видите, как. Всё он пишет, Юрий. Интересная публикация, присланная мне близким братом. Примечательно, что и та, и другая статья лишь подтверждает вами неоднократно высказанную мысль о монашеско-затворническом христианстве, порождающем чуждое благовестническому духу экспонаты. В статьях имеются нюансы. Так. Ну и что такое? Вот это вот он даёт. То ли одно и то же это, или с поправкой. Два раза. Я сейчас вот ткну, не знаю, что. Но плохого, говорю, он никогда не пришлёт. Что это и о чём? Или предупредить, или посмотреть. Вот открывается. Медленно, медленно. Неправомощно по многим позициям. Опальный красноярский священник ответил на критику. Петру Боеву и Анну Логину. Ну, я-то уже говорил, уже считали. Ну, вот видите, какие сведения стараются в курсе нас держать. И тоже вот, жёлтое, написано Александр Марьясов. Это, значит, зашло сюда. Это в моём мире. Что он пишет? Да, я знаю, Игнатий Тихонович, вот я хотел отправить ссылку. Канонические нормы, высказывания святых отцов о волосах. Ну, это уже у меня было. Это что-то не это. Ну, это, видимо, то же самое. Я сейчас ткну, о чём говорится. А какие волосы должны быть, или чего. Безумные танцы в храме. Вот это было. Ну, это тоже уже было, мы показывали. Безумные танцы. Не буду даже показывать, потому что зачем мне это нужно. Действительно, иконы, храмы, храмы они танцуют. Ну, и так можно это ещё не продёрнуть. Где они там танцы-то будут? Она выходит и вот. Ну, ладно, не буду. Ну, понятно, что. Вот безумные танцы в храме. Действительно, ужасно. Страшно, и дошли до этого. И вот есть ещё у нас форум. Вот вчера сколько посетителей было на форуме. Можно даже глянуть. Ну, форум-то наш такой. 518. 700. Среда будет 350, но всё равно на 200 стало больше. Кто-то распространяет сведения о нас. И идёт. Вот он, как выглядит наш форум. Православный форум. Очень большой. 1602 темы. Легко регистрируется. Просто зарядите в Ютубе, в этом, в Гугле или в Яндексе. Православный форум Игнатия Лапкина. И очень большой у нас Ютуб. Вот он показываю. Вот здесь 6450 уже подписчиков и 5 миллионов 625 590 просмотров. Вот каждый день это в среднем мы ставим примерно 6. Вот здесь идут. Это работает администрация. Они выставляют с замками. А я потом только снимаю, какие мне нужны. Вот сегодня 131 за события дня. Сегодня уже я ночью выставлял 5 часов. Утренняя молитва. Тут поменьше. Занятия в Потеряевке. 101 человек. Вот. И дальше. Никита уезжает в Потеряевку. 134. Вчера мы причащались. Мы выставили, как причастие было. 229 за 14 часов. Для нас это нормальная посещаемость. Ну и последний, самый большой ресурс у нас. Это православный библейский сайт. Вот он какой. Во свете Библии. И самое ценное здесь. Это вот 4124 ответа на вопросы. Ну тут мы спереди делали в прошлом году. Я забыл на какой остановились. То есть болезни или что-то. Или богослужения. И тогда начали с обратной стороны. 55 папок. И сейчас идет у нас смерть. Вот сколько мы уже прошли. Я отдельно их вынес. И отсюда сейчас будем добавлять вопросы именно о смерти. О смерти. Сейчас мы зайдем сюда. Володя, ты мне помоги найти, где оно есть. Смерть первая какая-то или нет. Ну да, вот оно где. Помогай, считайте, иначе я не одолею. Так, пожалуйста. Володя направляет аппарат, чтобы он работал потихоньку. Не здесь шиби его ногами. Цифры, чтобы бежали. Помогай, считай. Вопрос 1482. Пятый том. Открытым оком. Открытым оком. Книги мои называются «Открытым оком». 33 тома. Что можно сказать, когда слышишь о смерти известных людей? Какие мысли должны быть у христианина при известии о такой кончине? Вот сообщили, что погиб в автокатастрофе 22.03.03 мэр города Барнаула Баварин. Владимир Николаевич. Что о нем можете сказать? Что о нем можете сказать? Что о нем можете сказать? Ударение на что? Ответ. Нужно все рассматривать с позиции вечности. Был ли человек верующим? И жил ли согласно Слову Божию? Был ли прилежным христианином? Иезекииль 33 глава 11 стих. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Как велик бы не был человек, но после смерти он уже не тот. И там он одинок. И отвечать ему за все. Примудрец Соломона 6 глава 5 стих. Страшно, и скоро он явится вам. И строг суд над начальствующими. Сегодня в церкви интересуются только об одном. Чтобы умерший был крещеным. А дальше попы поправятся. Они уже все ходы-выходы знают на том свете. Как пообещать Царствие Божие? Как успокоить родных? Как и что читать? Почем это продвижение из ада в рай будет? Все транспортные расходы души грешника возлагаются на родственников. Библия же четко отметает все софизмы человека с кадилом. Иван Гриотьяна 3.36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот и все. Гнев Божий на нем, если он неверующий. 2 Коринфянам 5.10 Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. Кто не уверовал во Христа, как своего Спасителя, кто не отдал Ему свое сердце, кто не родился свыше, тому лучше бы не родиться вовсе. Он обречен на вечные мучения. А великость человеческая это все мерки синиминутные. Где знаменитые цари, правители, борцы, войны? Не все ли прах и тлен? Как было с теми, так будет и с этими же. Люди, как мошкара. Сирахова, 14 глава, 19 стих. Как зеленеющие листья на густом дереве. Одни спадают, а другие вырастают. Так и род от плоти и крови. Один умирает, а другой рождается. Третья ездра, 6.56 О прочих же народах, происшедших от Адама, ты сказал, что они ничто, но подобной слюне, и все множество их ты уподобил каплям, каплющим из сосуда. Мне всегда, когда слышу о внезапной смерти знатных людей, приходит на мысль картина. Вдруг тело разбито, и душа уже парит над катастрофой, и еще не может ничего понять. Ей невидимо то состояние, да и не хотела она покидать грешное свое жилище. Она тоскует, она тоскует, рассматривает развалины, смятую машину, и видит своих родных и близких людей, которые, быть может, еще живы, но тоже раздавлены. Она пытается к ним обратиться, проходя через них, и помалу начинает осваиваться с потусторонним миром. И везде для такого ужас и мрак, всюду печаль и стон. Когда мне сообщили о смерти Баварина, то мне стало до слез печально за него. Он в моей жизни принимал доброе участие, и мне бы хотелось за него помолиться. А я даже не знаю, крещен ли он. Так тяжело на душе. Он был порторгом моторного завода, был мэром уважаемым. Какой же он имел право так рисковать собой? На нем так много висело. В какой-то край, в горный Алтай, ринулся навстречу с каким-то знатным человеком. Взял с собой и жену. Якобы не справился с управлением. Как мне сказали, что он на горной дороге перевернулся? Миг и уже ничегошенький из того, что было. Нет. Ни бензоколонок, ни шикарных магазинов ультра, ни знакомств, ни практика твоя, ни умение общения с людьми, ни заботы твои уже никому не нужны. Через год ты и не вспомнишься. Смотрю на фотографии. Вот он стоит с Коршуновым, Л.А. Львом Александровичем. Тогдашним губернатором Алтайского края и с епископом Антонием. Масендищем. Когда этот их всех наградил церковными орденами, улыбаются. И уже двое на том свете. А время-то всего ничего. И прошло-то. Вот с епископом он подписывает документ о сотрудничестве по оздоровлению общества. Где они оба теперь? То есть оба уберли уже все. Там у нас 41 год был епископ умер. Созвонился с администрацией. Узнал уже к вечеру, что был где он крещен. Это абсолютно точно. Еще позвонил главному редактору Алтайской правды Ольге Шевчук. И она тоже утвердительно сказала, что он был крещен. Тогда я позвонил друзьям. Сообщил им, что в келейной молитве можно за него помолиться. А мне и звонят, что может быть теперь он у меня в комнате. Теперь-то он понял, кто его настоящие друзья. Что мы за него всегда ежедневно молились, чтобы душа его примирилась с Богом. Мы его любили. Он так много нам помог. Нам есть, где теперь собираться молиться. Он не свое нам дал, а мое. И при том, одну двухсотую часть похищенного у меня вернули по решению суда. Но я понимаю, что если бы не по Роскону, Юрий Федорович, прокурор края, не Баварин Владимир Николаевич, вот этот вот, мэр города Барнаула, то и этого мне лиходеи коммунисты не отдали бы. И не видать бы мне этих домиков, как своих ушей. Сегодня всем ясно, что по величию своей личности, по уважению в народе, ему не было на Алтае равных. Вот так. Его кончина и на день вооруженных сил, когда все настроены были отдыхать, гулять вдруг, гулять вдруг, так внезапно и оглушающе смерть. И так легко стало достучаться до каждого. И меня это ждет. Люди, опомнитесь, покайтесь, пока еще солнце светит нам. Луки 13, глава 3 стих. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. А он уже пошел на отчет Богу, с которым он не был так близок, как с народом. Случись сегодня такая беда с Суриковым Александром Александровичем губернатором или даже с Путиным Владимиром Владимировичем, то в Барнаульцах это бы не отозвалось такой болью. Я вот пишу и слезы в глазах. Да почему же ты открыто не молился и не проповедовал о Христе только ради человеческой славы и авторитета дешевого все сделал. Господи, как все ужасно. Теперь уже не благословишь его, как раньше. Мы, когда идем из университета с наших занятий по изучению Слова Божия, то всегда пешком и в полдевятого вечера мимо городской администрации. Я знаю, где его окно и часто оно светится. Приду домой и позвоню. Сидит там, как сыч ночной. Да что же, домой-то не идет. Да вот опять трубы где-то прорвало, то тепла нет. И до всего-то ему было дело. И все выходные он у себя в кабинете. Когда мне надо было, я его там и ловил. Всегда обнимет, засмеется, как Ив Стеннеев. Владимир Васильевич, ректор Алтайского государственного технического университета. Так просто было с ним. Сохранились фотографии, как он нам приезжал здесь. И даже в одной руку жмет, а в другой целуемся мы с ним. Он входил в десятку лучших мэров России. Баварин помог мне получить в частную собственность два домика. Теперь есть у нас где молиться. Одиннадцать лет шел у меня суд законфискованное. У меня краевой прокуратурой. Краевой прокуратурой. Да, краевой. Да. В 1986 году. Вот понимаете, это все через него здесь было. И когда мы ехали в машине, все это устроил его советник, общинников Владимир Петрович. Он воевал в Афганистане. И это Баварин на меня вывернулся вот так вот. Это вы в моем городе живете. И я ничего не знал. А ему документы обо мне представили. Да, ваше имя в аналог истории города будет записано. И вот, когда пришел, первый раз посмотрел, и тут мы на улице сфотографировались, а потом прошло недели две, наверное, или полторы, он приехал еще посмотреть, как у нас. Ой, как много вы сделали. А мы под храм переоборудовали. Ну, мне есть что вспомнить. Я пошел прокурору края, генерал-лейтенант Пороскун. И с ним посидели мы. У меня близкие отношения со всеми, с такими людьми были. Что он наделал, говорит? Какое право он имел так рисковать с собой? Я говорю, а не было ли покушения? Да я, говорит, ездил на то место, все рассматривал. Нет, там поворот был, никого не было. Когда Евдокимов погиб, губернатор Михаил Сергеевич, то там подозрение было, что прострелили шину ему или что-то. Но, говорит, тоже не было. Я сразу зайду к прокурору и поинтересуюсь. Но с Эдакимов я лично не был знаком. А этот был, ко мне приезжал сюда, он был голубятник. Нас еще голуби сравнивали. К слову сказать, вчера у меня звонит сестра у моего племянника большая голубятня была и говорит, какая большая беда-то какая. Кто-то залез ночью на голубятню или сова залетела или что, не знаю, всех голубят до одного порвали, растерзали, до одного плачут. А вот у него дети тоже у самого дети большие. Хороший такой Давид, Валентин, старший сын. Я говорю, ну пусть не печалится. Закрывает их, а я ему сейчас нахожу и которые на моей второй голубяти на твоем доме сидят, голуби, парочка рядом. Это пара. Пусть пары две ему дадут, за лето они расплодятся. Я могу дать ему утешение. Голуби-то все равно у него от меня были. Дальше. Кавычки открыты. На последнем этапе своевременную и неоценимую помощь оказали мэр Барнаула Владимир Баварин Владимир Баварин. Его советник Владимир Овщинников Владимир Овщинников председатель комитета по управлению имуществом администрации города Леонид Слуцкий Глава администрации железнодорожного района Юрий Петров Прокурор края Юрий Параскун 21 ноября этого года Владимир Баварин Леонид Слуцкий Овщинников выехали к дому номер 6 на улице Ползунова бывшее здание освода и здесь на месте мэр засвидетельствовал передачу мне этого здания в частную собственность Так счастливо при полном взаимопонимании закончилась история в свое время окруженная многими сомнениями и недоговоренностями Постановление администрации Барнаула о передаче здания подписано и вручено Игнатию Лапкину Нам остается пожелать православной крестовоздвиженской общине счастья в новом доме Эта газета краевая напечатала На снимке На снимке Владимир Баварин и Игнатий Лапкин в момент передачи дома Фото Александра Волобуева Алтайская правда 10 декабря 1997 года И об этом же написала газета Свободный курс 27.4.97 Для слова Божия нет уз Страница 243 Это в книге в какой странице Я показываю откуда На странице 2627 помещено мое поздравление пожелание мэру на его 60-летие Как оно Я спрашиваю Как получилось На бумаге Ой Говорит Комната А у меня Владимир Баварин Говорит Обычно Говорит Вот такие Винки несут Когда человек умрет А мне Говорит Живому Все понанесли Целая комната Занято А общинников Говорит Ну он читает Там поздравления Там сколько Ну вот Дошел до вашего Листика Просчитал Один раз Второй раз Гляжу И читает Он очень внимательный Был Дорога едет Если меня увидит Из машины Рукой помашет Мне это дорого Очень Я ему писал Дорогой Владимир Николаевич Ему 60 лет Тогда было Великий Бог Сотворивший Небо И землю Он дает всему Жизнь Дыхание И разум 60 лет Господь Хранит вас В этом грешном мире Он дал вам Многое испытать Слава мира сего Владычество Над народом Многочисленным Наградил вас Добрыми талантами О вас Думаю Как ни о ком другом В городе Барнауле О правителях Добрая молва В народе И вы Достойны Таких отзывов Но что пользует Человеку Если он Приобретет Весь мир А душе Своей Повредит Какой Выкуп Он даст За душу Свою Матфея 16 глав 26 стих У нас Православных Христиан Не принято Праздновать День рождения Дабы не Уподобиться Безумному Ироду В этот день Мы благодарим Спасителя Христа За его Милости Долготерпение К нам Что сохранил Нас Среди Бышущего Моря Житейского Мы Всегда Ежедневно Благодарим Иисуса Христа Что Ваше Сердце Расположено К нам Что Теперь нам Есть где Молиться Пусть Душа ваша Обретет Мир и покой В Искупителе Иисусе И ваша Жизнь И доброе Правление Над всем Городом Продлится еще На многие годы Вы Наш Желанный Гость И не только Теперь Как мэр Города Но любой Пенсионер Ли Больной Ли В вузах Ли И на лето Обязательно Приезжайте В поселок Потеряевку Отдохнуть Староста Крестово-Возвиженской Общины Начальник Детского Лагеря Стана Лапкин Иноя Тихоныч Понимаете Как И дальше Баварин Мне написал Еще раньше Письмо Письмо На бланке На городском Бланке Все Ваш Безвозмездный Труд По воспитанию У молодого поколения Чувств патриотизма Любви к родине И ближним Ваши беседы И проповеди Перед людьми Совершившими Проступки И преступления Достойно уважения Я искренне рад Что крестовозвиженская Община Которую вы Возглавляете Будет иметь место Постоянных встреч И молитв Желаю вам На этом Нелегком Жизненном пути Гордо Нести свой крест И иметь Последователей Верных Слову Божию С уважением Глава городского Самоуправления Владимир Николаевич Баварин От номера 0817 0817 27 11 97 Года Вот так Это у нас Вывешено в коридоре Так И далее 11 02 03 Года Последний раз В жизни Видел Владимир Николаевич При входе В городскую Администрацию Он выходил С каким-то Своим знакомым Увидал Схватил меня за руку И как всегда Залубался По плечу хлопнул И обратился И обратился К своим знакомым Ты знаешь Не знаешь Кто это Не знаешь Да не знаешь Да это же Лапкин Игнать Тихонович Он сделал то Чего не удалось Советской власти Он образовал коммуну Голубей то еще Держишь Какие остались Ну молодец Ну молодец Это он ему говорит А тут стоит На меня Глазами хлопает Ну может С другого города Еще до этого Владимир Николаевич Несколько раз Приезжал на Ползунова К нам Где вот мы находимся Ползунова 6 И поделился Как много сделали Пообещал приходить Ко мне На консультацию Как голубей держать Когда пойдет На пенсию И вот уже Ничего этого не будет Как-то встретились В коридоре Краевой администрации Поздоровались За руку Я ему и говорю Мне что-то показалось Что вы меня избегать стали Да что вы Я мог просто не заметить Купил у меня Вышедшие Мои книги Рассчитался Просил всегда обращаться Когда в чем Будет нужда Но я так и ни разу Не воспользовался этим У каждого Своих забот хватает А мы как-то Еще теплимся Пусть лучше Со всем Немощным помогает Вот Как это все вспоминается Представьте Одно дело Люди хоронят Ну там Видели когда-то Нет А такие были Добрые Близкие отношения И мы все За него молились Вот Бог так сделал И он Раз в году В театре Собирается Здесь городской театр Он дает отчет За год Что сделал И мне прислали Приглашение Там по Порпускам И когда Кончилось все Я ушел уже домой Мне позвонили С городской администрации Владимир Николаевич Интересуется Ваше мнение О его выступлении Вот это интересно тоже Мэр города Ну я-то кто Я же себя не превозношу Кто я такой-то Ну ничего нет у меня Ну я сказал Ну я знаю Как обращается С людьми Но видно что Знает Кому как сказать Что Какие награды Он выдавал Как Ну из себя он такой Видный Импозантный Дальше Припоминаю нашу Первую с ним Совместную поездку В его машине Он на первом сидении Я сзади Он как обернулся Так до конца и ехал Смотря на меня Улыбаясь И удивляюсь И все это Вы бесплатно делаете До сегодня Палец о палец Никто не ударит За так И я про вас Ничего не знал Не знал? И я про вас Ничего не знал Нет не так И я про вас Ничего не знал Он именно Себе удивляется И вы живете В моем городе Рядом сидел Общинников Владимир Петрович Его советник Он то все это И устроил Помог Подал наши документы Баварину Два Володи И так все это На фотографиях Где мы В поцелуе С Бавариным Остались навсегда Остались навсегда Вот другой снимок Он шагнул ко мне И протянул руку Ну что ж Давайте Ударим по рукам Что так все благополучно И счастливо Закончилось Да ваше имя Будет в аналог города Записано Вы в историю края Вошли Я же просил Помочь нам Чтобы Не так уж Страшно Одиноко Быть Ибо нам Часто Совсем Не в Моготу Бывает Без средств И под давлением Коммунистов Петренко Владимир Сергеевич Идеолог Коммунистов Видно Крепко был Недоволен Бавариным Что он Бывший Под торгом Отошел от них Когда я хвалился Что Баварин Вот так-то Одобрительно Сказал То этот Бурчал Бурчал Да Он перевертыш Перекрасился Но когда Добавил я Что в этом Деле Помог И Пороскун Юрий Федорович Прокурор края То Петренко Еще лучше Вернул Этого давно Первого Надо обсудить Правда Потом И сам Петренко Вышел Из партии Людоядов Коммунистов Это главный Коммунист Алтайского края КПСС Был Идеолог Пышные похороны Бог Дает Иногда Кабы для того Чтобы рассчитаться С человеком За все Что тот Сделал Хорошего В этой жизни И уже В вечности Этому человеку Ничего не полагается Ибо он Трудился Не для Царствия Божия А для себя Для временного Баварин Даже Советовал Мне Где Часовенку Поставить Поставить Потом здесь Во дворе Но нам Это не нужно Мы и так Довольны И есть Где От непогоды Схорониться Пышные похороны Памятна Но Эксиас Девятая глава Четвертый стих Кто находится Между живыми Тому еще Тому есть Еще надежда Так как И псу живому Лучше Нежели Мертвому льву Как и Глебедь Глебедь Рвался куда-то На спортивную базу На встречу Да надо ли Было это Умел все А ездить И не умел Не видел опасности Всегда он был В очках Зрение-то Было Не ахти какое И не надо было бы Не за рулем сидеть А пристегнувшись Ремнем И подушки Предохранительные Непонятно Почему Не сработали Что-то Много тут Непонятного Или уж Вовсе И не так Жизнь закончилась Как в газетах Пишут Многое наталкивает На такую мысль Мчался Как генерал Романов В Чечне И до ныне Он мчится уже В инвалидной коляске Кто его Туда вызвал Кто ринулся Куда ринулся Так и этот Летел Сломя голову На тот свет Выиграл минуту И проиграл жизнь Кончились похороны Теперь Глава 15 стих Посему Воздержись Теперь От скорби Твоей И мужественно Переноси Случившуюся Тебе Потерю Если жизнь На земле Еще продлится То уже Через полста лет И имя Его Изгладится Никто же Не вспоминает Кто прав Городом Сим Сто лет Пятьдесят лет назад Где эти первые Генеральные секретари Партии Новое поколение Выдвинет Своих вождей А этих Забудет Или заплюет А кто говорит Что имя твое Будет жить В наших сердцах Вечно То так ли это Какое вечно Если ты И сам завтра С нее Сгинешь И тем более В своем сердце Память о грешном Человеке Надолго ли И на том свете О нем Ли будешь Думать И не вспоминется Епископ Местный Сразу же Провозгласил Рабу твоему Владимиру Вечная память И опять Все съехало На обман Даже И померить Без обмана Не дают Не был Баварин Рабом Божиим Он был Слугой Рабом народа Как и каждый Рабом Своих страстей Амбиций А доброе дело Вопрос Это один только И какой большой ответ Почему Я знаю человека Цитирую документы Которые висят у нас на стенке Здесь есть Вот Снова Задают вопрос По тему На тему О смерти Вопрос 197 Первый том Открытым оком Скажите пожалуйста Вкратце Что происходит С душой В первые 40 дней После смерти И как можно Помочь Умершему В эти дни Это мне Вопросы Задавали В университетах По радио Я вел Три программы Ответ Наше занятие Называется Изучение Библии По толкованию Святых Отцов Православной Церкви На каждом занятии Вы присылаете Записки С вопросами И по ним Можно представить Состояние Церковной полноты В кавычках Так называемое Иперихиальное Управление всех Кому в церквах Помочили волосы На голове Невнятно Пробормотали Несколько слов Но все эти люди Живут в мире Померзки То есть Самые настоящие Суеверные Язычники Ответы Вам нужны Не мои Ибо Каждого из людей Точнит От своих мыслей И зачем Ему чужие Собирать Вам нужны Божии Ответы Из Библии А все остальное Иоанн Златус Называет Бреднями Пьяных старух Ни один сектант Никогда Не задавал Мне такие вопросы Ибо они знают Что в Библии Ни одного слова На эту тему Не сказано Православных В кавычках Интересует Все Что страшит Что непонятно О чем слышали Нам нужно знать Как в этой жизни Примириться с Богом И вернуться В первозданное Состояние человека Чтобы в вечности Быть со Христом А что и как После смерти Это просто Праздное любопытство О том Чего уже Нельзя поправить Хотя в Житях Святых И описано То Как душа После смерти Проходит 20 метров В течение 40 дней Смотрите Житие Феодоры Цареградской 30 декабря Нифонт 23 декабря Севир Севир 27 июля Иоанн Симеон 21 июля Зосима 17 апреля Повесть О таксиоте 28 марта Василий Новый 26 марта Иоанн 8 января Но подтвердить это Из Библии Мы не можем И поэтому Отвечая на эти вопросы Я фактически нарушаю Регламент И программу Своих занятий То есть я привожу Житие святых С указанием Дня 8 Никогда Ни один из священников Которые есть Никогда этого не приведут Они не знают И он отвечает от себя Я привожу места Писания непрерывно Почему? Потому что я не учился В семинарии В академии Я не знаю У меня нет программы И говорят Вот вы ведете занятия А какая у вас программа? У меня программа на 5 лет Я беру блаженную фифилакт И по порядку иду У меня нет программы Программа у Бога Он мне положит на сердце Что сказать А отвечать только По слову Божию Ну и жизнь современная Слово Божие Живо и действенно Наше занятие Только по Библии И ответы Только по Библии Если кто-то Не поверит Написанному в житях То претензий к нему Не должно быть От православных Только бы Не придумал Ничего нового Помочь человеку Умершему Можно только Молитвой И милостыней И припоминая Его добрые дела Предварять их В своей жизни Как говорит Ян Златоуст Евреям 13 глава 7 стих Поминайте Наставников Ваших Которые Проповедовали Вам Слово Божие И взирая На кончину И жизни Подражать Верие их Ну где стихотворения Я думаю Тебе трудно Будет читать их Да Я прочитаю Тогда сам Что родилось Жило То должно Умереть Возвестить Наказание Адама Проповедник Древнейший По имени Смерть Нас толкает В глубокую Яму А деревья Сказать Упадут ли На юг Там и будут Лежать Догнивать Свою силу По смерти Другим Отдают От слона И кита К таракану Человек С отходною И тризну Прошли Начинают Творить Поминания Сорочины Года Разорения Машны Мавзолея Градкие Здания Нет покоя Живым От мощей Мертвецов От некрологов И эпитапий Эпикрис Этих лиц Как спасти Атаков От архивных Кладбищенских Мафий Весь доход Под расход Только выискать Брод Из гиены В небесное Царство Будут Рьяно Плести Городить Огород Индульгенции Частилищ Мытарства Слышим Божий ответ Переходов Там нет Покаяние Лишь Жизни Доступно Звон Кодель На Кандальной Лукавых Монет Повезет Всем Могильщикам Крупно Умер Пес Отхрипел Матерщинник Злодей Откуражился Пьян Откурился Пенчушка И лодырь Хуже Зверя Под бес Окосил Лиходей Но Раб Божий И Сверой Вроде Было Море Из лжи Океан Из обмана Злодейство Злодейский Злодей Вытворял На Поповский Зык Из чужого Кармана Из гиенских Глубин Всем Святым Якоря Чуть Прищурившись Сглянь Мельтешит Сколько Люда На всех Тротуарах Но Сто Лет Это Миг И Вокруг Недуши Ни Младенцев В колясках Ни Старых Тротуарах Надо еще Два Буху Поставить Это я написал 16 мая 2000 года И вопрос Вопрос 198 Существует ли Переселение Душ Ответ Это пришло К нам От южных Соседей Очень Заманчивая Мысль Что у Человека Не одна Единственная Жесть А бесконечное Множество И если Она не удалась Сейчас То попытки Можно повторять Бесконечно Мы имеем Богооткровенную Истину И открыта Она Духом Святым Святой Библии Евреям 9 глава 28 стих Так 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 И Христос Однажды Принеся Себя В жертву Чтобы Подъять Грехи Многих Во второй раз Явится Не для Очищения Греха А для Ожидающих Его Воспасения Нигде Нигде После Смерти Возврата На землю Нет Только В исключительных Редчайших Случаях Совершается Это Как Редчайшее Чудо Ну вот Это я Ответил И все На этом Теперь Другой вопрос Сразу Я их Заранее Сюда Уже Вытащил В эту Папочку И теперь Отсюда Беру По одному И вытаскиваю Вопрос 697 Второй том Открытым оком После Смерти На человеке Остается Какая-то Одежда Или нет Или человек Там вообще Голый А то Ведь Ему там И с родственниками Придется встречаться И с другими Людьми Ну тут Одежда На теле А у души Там одежда Есть или нет Какие вопросы Интересно Задают Ответ Быть Одетым Или раздетым После смерти И в какую одежду Зависит только От самого человека Одежда Ответ какой Вот Люди пришли к Богу Я никак не могу понять Почему священники Не отвечают по слову Божию Они пришли не ко мне Они пришли По велению души К Богу Я должен их направить К Богу И усадить у ног Одежда дается ему В крещении Я добрый дел Вот Два момента Где одежда дается И теперь я должен Подтвердить Это в Святой Библии Галатам 3 глава 27 стих Все вы Во Христа Крестившиеся Во Христа Облеклись Все Оделись во Христа Дальше Колосиным 3 глава 14 стих Больше всего Облекитесь В любовь Которая есть Совокупность Совершенства Оделитесь Во что В любовь Откровение 19 глав 8 стих И дано Было Ей Облечься Весон Чистый И светлый Весон Помашь глаза Твои Чтобы Видеть 2 Коринфянам 5.3 Только бы нам И одетым Не оказаться Ногими Откровение 16 глав 15 стих Все Иду Как тать Блажен Бодрствующий И хранящий Одежду Свою Чтобы не ходить Ему на гимн И чтобы Не увидели Срамоты Его Как тать Как вор Приходит Матфея 22 глава 11 стих Царь Войдя Посмотреть Возлежащих Увидел Там человека Одетого Не в брачную Одежду И говорит Ему Друг Как ты Вошел Сюда Не в брачной Одежде Он же Молчал Стихотворение Ты можешь Прочитать Это Смерти Называется Страница 270 Том 1 Москва 1948 Не приходи В часы Волнений Сердечных Бурь И мятежей Когда Душа Огнем Мучений Сгорает В пламени Страстей Когда Внушением Духа Злого Как низкий Раб Послушен Ум И ничего В нем Нет святого И много Много Грешных Дум Закон Озлобленного Рока Смерть Надо мной Останови И в черном Рубище Порока Меня на небо Не зови Не приходи Накинуть Оков Тяжелых На меня Мне Будет Жалко Мир Покинуть И робко Небо Небо Встречу Я Приди Ко мне В часы Забвения И о страстях И о земле Когда Святое Вдохновение Горит В груди И на челе Когда Я Дум Великий Полный Безгрешен Сердцем И душой И бурной Суетности Суетности Волны Суетности Волны Меня от жизни Неземной Увлечь Не в сил За собой Когда Я мыслью Улетаю В обитель Горнему Царю Когда Пою Когда Мечтаю Когда Молитву Говорю Я Близок Небу Смерть И Время Не труден Будет Переход Душа Покинув Жизни Бремя Без страха В небо Перейдет Некрасов Николай Алексеевич Николай Алексеевич Видите Вот какой ответ И дальше Стихотворение И взято Все из Слово Божие Вот И теперь Еще один Вопросик Перетянем Туда Открыта Папочка Видишь Как легко Идет Вопрос 1029 Третий том Открытым оком В ад попадает Большинство людей Зачем Бог тогда Создал людей Если знал Что они попадут В ад Это очень часто Задают такой вопрос Ответ Это я на кафедре В университете Я отвечаю По слову Божию Я постоянно Об этом думаю Бог сотворил мир Земля Населена людьми Каждый человек Неучтожим И он может быть Только в раю Или только в аду Никаких промежуточных Частилищ Библия нам Не показывает Всюду И везде И дал поклонство И многобожие Бог Через 1656 лет После сотворения Адама Топит В водах Потопа Все живое Жизнь Ужасалась Жизнь Ужалась До размеров Одного корабля Ковчега 1 Петра 3 глава 20 стих Некогда Непокорным Ожидавшему Их Божию Долготерпению В одни Ноя Во время Строения Ковчега В котором Немногие То есть 8 душ Спаслись От воды Немногие В ковчеге А погибли Многие Далее Через 721 год После потопа Бог Еще раз Дает пример На городах Содоме И Гаморе Иуда 1 глава 7 стих Как Содом И Гамора И окрестные Города Подобные Им Блододействовавшие И ходившие За иною Плотию Подвергшись Казни Огня Вечного Поставлены В пример Три человека Спаслись И целы Города Погибшие В огне Две Стихии Огонь И вода Уже стали Враждебную Человеку Матфея 22 глава 14 стих Ибо Много Званых А мало Избранных На земле Сегодня Насчитывается 2896 Наречий Но Бог Избирает Только одного Человека Авраама И его Дом Все Истальные Народы Не знают Даже имени Иеговы Один Из 2896 Какая Огромная Разница Любопытство Пророка Ездры Поможет нам На показанном Ему Примере Увидеть Как мало Осталось Времени И как мало Спасаемых Третья Ездры Четвертая Глава 48 По 50 И я встал И увидел Вот Горящая Печь Проходит Передо Мною И когда Пламя Прошло Я увидел Остался Дым После Всего Прошло Передо Мною Облако Наполненное Водою И пролился Из него Сильный Дождь Но как Скоро Стремительность Дождя Остановилась Остались Капли Тогда он Сказал Мне Размышляй Себе Как дождь Более Капель Огонь Больше Дыма Так Мера Прошедшего Превысила А остались Капли И дым Господь Назвал Учение Своё Горчичным Зерном Матфея 7 Глава 13 Входите Тесными Вратами Потому что Широки Врата И пространен Путь Ведущие В погибель И многие Идут Ими То есть я отвечаю На вопрос Много или мало Спасаемых Вот ответ Что мы видим На сегодняшний день Более миллиарда Буддистов Синтаистов Индуистов И прочее Около миллиарда Мусульман Сегодня говорят Уже Даже не о сотнях Миллионах А намного меньше Деяние 4 глава 12 стих Ибо нет Другого имени Под небом Данного Человеком Которым Надлежало бы Нам спастись Иван Глятиана 3 36 Верующие Сына Имеют Жизнь Вечную А неверующие Сына Не увидят Жизни Но гнев Божий Пребывает На нем А из тех Кто знает Истину И исповедует Ее Одни будут Задушены Тернием Заботами А другие Будет Будет Отречение Нет Корня И только Одна часть Принесет Плоды Матфея 13 глава 8 стих Иное Упало На добрую Землю И принесло Плод Одно Во сто крат А другое Шестьдесят Иное Ж В тридцать Истинно Преданные Христу Обязательно Должны Жить В Духе Святом И быть Исполненными Добрых Дел Римлян 8 глава 9 стих Но вы Не по плоти Живете А по духу Если только Дух Божий Живет В вас Если же Кто Духа Христова Не имеет Тот И не его Яков 2 глава 17 стих 2 17 Просто считай Не глава Не стих Яков 2 17 Так и вера Если не имеет Дел Мертва Сама Громадной Ученостью Ориген Все это Знал намного Лучше Чем мы И выявил Для себя Следующее Что если Бог Есть Любовь И все И во всем Будет Бог Который Есть Милосердие То как-то Неведомые Нам Путями После Миллионов Лет Мучения Все Грешное Сгорит И все Очистится И будет Вечная Радость Но церковь Отверла Такое Понимание Матфея 25 Глава 46 И пойдут Сие в муку Вечную А праведники В жизнь Вечную Приходится Согласиться Что учение Церкви Все-таки Более Безопасное И более Надежное И оно Не дает Человеку Расслабиться Одно Дело Выводы Из каких-то Мест писания Костяные Намеки И другое Дело Прямое Указание Есть одно Место В Библии Которое Не мог Перешагнуть Иориген Слово Вечный Иногда Ограничивается Пределом Человеческой Жизни Век Но вот В одном Месте Возлюбленный Ученик Христа Иоанн Которого Никто Никогда Не обвинял Жестокосердие В садизме В мучительстве Ученик Любви Положил Конец Всем Изысканиям О вечности Мучений Подставив Слова День И ночь Откровение 20 глава 10 стих А дьявол Плещавший Их Вержин В озеро Огненное И серное Где зверь И лжепророк И будут Мучиться День И ночь Во веки Веков День И ночь Это уже Никак Нельзя Изменить Откровение 7.15 За это Они прибывают Ныне Пред престолом Бога И служат Ему День И ночь В храме Его И сидящий На престоле Будет Обитать В них Ну как Слава Слава Надежда Есть Еще Кто Есть Нет Игнатов Тоже Слушал Игнатов Ну Отошел Тоже На работу Видите Это Для нас Утреннее Вот Такое Вот Моцелон Все Отходим Спасибо Моцелон Благодарю